Владение автомобилем приносит радость, но только до тех пор, пока вы не сталкиваетесь с необходимостью его обслуживания или ремонта. Любой организм требует внимания, в том числе и автомобиль. Это как с зубами. Если не беспокоит, это не значит, что там все в порядке. Недобросовестное отношение следования советам сомнительных специалистов приводит к серьезным последствиям. Зато соблюдение простых и нехитрых правил, которые прописаны в сервисной книжке к автомобилю, позволит ему служить долго и надежно. Привет, с вами я, Саша Ершова, и мы на автосервисе Овер, и в этом видео разберемся, что и когда нужно делать с автомобилем, чтобы он не готовил вам неприятных сюрпризов. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новых видео. Ставьте плюсик в комментариях, если считаете эту тему полезной. Итак, сейчас мы вам дадим шпаргалку от автосервиса Ойлер. Кстати, лучшего постгарантийного автосервиса с наибольшим количеством положительных отзывов в мире. Шпаргалку для возителей, которые не хотят тратить лишнее время и деньги на ремонт автомобиля. Так что же нужно делать с автомобилем? Во-первых, быть к нему внимательным и не затягивать с выполнением работ, которые прописаны в сервисной книжке, которая прилагается к автомобилю. Если же такой сервисной книжки у вас не сохранилось и вы купили подержанный автомобиль с непонятно когда выполненными работами, что нужно сделать? Во-первых, обнулиться, то есть сделать ТО по замене масла и диагностику и отталкиваться уже от тех сроков и того состояния агрегатов, которые вам отметили на сервисе. Ежедневный элементарный осмотр автомобиля позволит вам замечать мелкие нюансы, которые могут вылиться в серьезные последствия. В первую очередь осмотрите кузов на предмет сколов, трещин или потертостей. Проверьте шины, не спущены ли, не проколотые, не появились ли там грыжи. Запустите автомобиль, проверьте стартер и послушайте, как работает двигатель на холостых оборотах. Сезонные работы. Возьмите себе за правило приезжать на сервис минимум два раза в год при смене сезонов. За один заезд можно провести несколько важных профилактических процедур, вовремя продиагностировать и устранить поломки. Это позволит вам сэкономить в будущем ваше время, деньги и нервы. Межсезонние что выполняют? Меняют шины, проверяют развал схождения и проводят диагностику. Важность поддержания ходовой части автомобиля в рабочем состоянии не стоит объяснять. Это ваш комфорт и уверенность в том, что вы доедете до местного назначения. С нашими дорогами не стоит оттягивать замену расходников. Регулировка развал схождения позволит сохранить управляемость и отзывчивость автомобиля, уменьшит вероятность поломок составляющих элементов шасси, продлить срок службы с шин и позволит сэкономить топливо. Для незнающих расскажем, что развал схождения автомобиля – это соответствие углов управляемых колес, которые всегда должны находиться параллельно проезжей части, независимо от положения кузова. Возможность оставаться в курсе состояния автомобиля позволит избежать в дальнейшем лишних растрат, ну и предупредить отказ важных систем автомобиля. И это касается не только мультимедиа и осветительных приборов, но и АБС, ЕБД и других электронных помощников. Мы – то, чем мы дышим, если перефразировать известную фразу. Основная задача системы кондиционирования – это выведение горячего воздуха, очистка его и возвращение охлажденного. Если система засорена, то вы будете дышать всеми этими частичками пыли, гари и так далее. Конечно же, это будет вредить и вашему здоровью. Поэтому стоит проводить антибактериальную чистку раз в год. А сегодня, во времена пандемии, это вообще первоочередная необходимость. И если ваш кондер стал плохо охлаждать, появились неприятные запахи, шум при работе вентилятора, то немедленно отправляйтесь на чистку. Замена масла в двигателе – это самая важная составляющая ухода за автомобилем. И если вы не знаете, то в регулярное ТО входит замена масла, замена масляного фильтра, замена воздушного фильтра и замена топливного фильтра. Игнорирование такой важной составляющей приводит к тому, что не только выходят из строя элементы двигателя, ну и заканчивает свою жизнь сам двигатель. Если вы не знаете, чем может закончиться, посмотрите эти кадры. Смазочные материалы имеют свойство терять свои характеристики со временем, независимо от того, ездите вы на машине или она стоит в гараже. В тормозной жидкости, например, накапливается вода, которая со временем при торможении может закипеть, что лишит вас возможности тормозить. Не доводите до греха, это не так дорого и быстро. При правильной эксплуатации коробки передач масло способно не терять свои характеристики от 100 до 200 тысяч километров пробега. Но для более длительной и качественной работы коробки передач желательно его поменять. Очень часто регламентом замена масла в коробке передач не предусматривается. Но мастера, исходя из своего опыта, очень советуют ее менять. Это позволяет снизить шум коробки передач, сделать работу ее более мягкой и, конечно же, продлить срок ее службы. Именно ремень ГРМ контролирует работу поршней двигателя, а также других важных составляющих элементов. И не стоит повторяться, что выход его из строя приведет к полному отказу двигателя. Каждый производитель регламентирует пробег ремня или цепи по-своему. Очень часто это целая жизнь автомобиля или двигателя, в случае с цепью. Но мастера, исходя из своего опыта, советуют придерживаться максимально 150 тысяч километров пробега. В случае с цепью стоит следить за состоянием роликов и натяжителей. Иногда бывает, что сама цепь растягивается, что, конечно же, требует корректировки. Стоит помнить, что в случае со сроками стоит учитывать интенсивность эксплуатации автомобиля. Несвоевременная замена антифриза или частая заправка обычной водой может привести к образованию накипи в сотах радиатора, скоплению загрязнений и отложениям. В совокупности это приведет к выходу из строя элементов системы охлаждения и перегреву двигателя. Проверяйте состояние охлаждающей жидкости и при помутнении сразу же замените. И помните, что категорически нельзя смешивать жидкости разного цвета. Как мы знаем, свечи дают воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. В среднем она производит 3500 искр в минуту при перепадах температуры от 100 до 3000 градусов по Цельсию и скачках давления от 0,9 до 30 бар. Износившиеся свечи не выдают искру вовремя. В результате это повышает расход топлива и пропадает мощность на разгоне. Со временем автомобиль начинает медленнее запускаться, а впоследствии вообще перестанет заводиться. Напомним, что форсунка это конструктивный элемент системы впрыска, предназначенный для дозированной подачи топлива и распыления его в камере сгорания. Это такая брызгалка. Внутри форсунки собираются со временем смолистые отложения, которые появляются из топлива вследствие перепада температуры других факторов. В результате топливо-воздушная смесь становится неоднородной. Это не дает правильного разбрызгивания, и топливо не успевает сгорать полностью. Водитель ощущает снижение мощности двигателя, потерю тяги и повышение расхода топлива. Аккумуляторная батарея – источник электроэнергии для запуска двигателя или для работы бортовой сети при выключенном моторе. Сокращение срока службы аккумулятора зависит от эксплуатации автомобиля, и причин этому несколько. Долгий простой, кратковременные и частые поездки, когда генератор не успевает полностью зарядить аккумулятор, перепады температуры, проблемы с генератором и неполадки в электросети. Севшим аккумулятором хоть раз в жизни сталкивался каждый водитель, и своевременная его замена позволит облегчить жизнь, сэкономит время, деньги и нервы. Тем более, что проверить заряд аккумулятора можно специальной диагностикой электросети, которая стоит всего 198 гривен, и проводить ее можно во время сезонной диагностики. Большинство современных автомобилей оснащаются гидроусилителем руля, который все чаще вытесняет электроусилитель, который не требует особого внимания. Но ГУР имеет в своем составе смазочные материалы, которые требуют регулярной замены. И если вы ощущаете уже, что усилие на руле возросло, и появился шум при повороте руля, то следует отправиться на замену масла. У нас очень часто случаются случаи, когда игнорируют замену масла в гидроусилителе, и в результате приходится менять масло вместе с насосом. Правильное обращение с машиной – залог ее долгой жизни и экономия для вас. Манера вождения водителя определяет сроки выполнения работ по восстановлению важных узлов автомобиля – двигателя, коробки передач, сцепления и ходовой части. А вы соблюдаете сроки регламентных работ или считаете это выманиванием денег? Пишите в комментариях, высказывайте. Ставьте плюсики, если вы согласны с нами. Не забывайте про лайки, про подписку и, конечно же, делитесь этим видео. Давайте повышать образованность и осознанность наших водителей. И оставайтесь спокойными вместе с Ойлер.